МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год спустя после подписания Минского протокола, который заморозил конфликт на Востоке, начинается решающая схватка за Украину. Глаза мира прикованы к нашей стране. Все ждут принятия изменений в Конституцию и завершения войны путем предоставления Донбассу особого статуса. Только кто в этой ситуации продавец, а кто покупатель, до сих пор не знает никто. Украинские власти уверяют, что это они с помощью хитрости и Запада загоняют Россию в экономическую и политическую ловушку. В Кремле уверены в обратном, что это они устанавливают условия. Мы договорились, а договорились мы, как я сказал, на пресс-конференции по итогам приема Джона Керри президентом России, о необходимости воздействовать на обе стороны, потому что и от Луганска, и Донецка есть что потребовать в части более тщательного соблюдения прекращения огня, хотя основные провоцирующие действия предпринимаются украинскими властями. Но на самом деле условия Минских соглашений, которые остановили активные боевые действия на востоке страны, не выполняет ни одна из сторон. Нет аргументов у наших партнеров, хотя повторю на словах они выступают за выполнение этих Минских договоренностей, а на деле пытаются все переиначить. Россия не выполняет никакого пункта Минских угод. И здесь опять информационная война. Но Украина убеждает мир, что эта российская сторона срывает Минские соглашения. В Кремле же указывают на то, что именно от Киева зависит выполнение этих условий. Войска, согласно Минским договоренностям, будут отведены только после изменений в Украинскую Конституцию. и проведения на мятежных территориях выборов в органы местного самоуправления. Местные выборы должны состояться на контролируемых ополчениях территориях Донецкой и Луганской областей на основе украинского закона и по согласованию с представителями вот этих двух провозглашенных республик. Во время очередного раунда переговоров контактной группы в Минске в очередной раз прозвучали и другие условия Москвы. Федерализация и особый статус Донбасса, а также то, что в патриотических кругах считают признанием поражения в этой войне. Амнистия всех без исключения участников боевых действий, культурная и территориальная автономия. Фактически это признание всего того, чего изначально требовали пророссийские сепаратисты, управляемые из Кремля. Как этот алгоритм выписан вторыми Минскими соглашениями, он выписан в значительной мере ущербный. Он выписан не в интересах Украины. 90% обязательств Минске соглашения – это обязательства Украины. С последующей констатацией факта. Хунту, как называют киевские власти в Москве, таки поставили на место. Все понимают, что Россия должна выходить туда. Выходить, сохраняя контроль над территорией Донбасса, а с другой стороны, сохраняя обличие. И что немаловажно, выполнение этих договоренностей все настойчивее требуют так называемые зарубежные партнеры. И требуют не столько потому, что устали от торговой войны против России, сколько потому, что Киев изначально взял на себя все эти обязательства. Но Киев почему-то упорно скрывает эти обязательства и от обычных граждан, и от добровольцев, боровшихся за свободу на фронте. Нам придется еще развивать демократию, восстанавливать политический и информационный диалог в обществе. Только вот в Европе и США к таким фортелям не привыкли. Договор подписан, а значит, должен быть исполнен. Гаранты шаткого мира за полтора его года увязли в собственных проблемах и устали от системной коррупции и без системных реформ в Украине. И потому вопрос Донбасса становится для них второстепенным. Украине не стоит наступать на этот скользкий путь. Если вот этот вот какой-то шаткий мирный процесс наконец-то начался, надо идти по этому пути. Потому что понятно, что вот эта вот война, эта ситуация на Донбассе, она уже вымывается из повестки больших держав и Европы, и США. Европа обеспокоена проблемой сирийских эмигрантов и возможного развала Шенгенской зоны. Президент Франции Оланд озадачен подготовкой к президентским выборам, которая на фоне терактов в Париже и проблем беженцев пока потенциально проигрывает. В Германии же, кроме проблемы беженцев, на Ангелу Меркель все сильнее и эффективнее давит европейский бизнес, намекая на необходимость отмены санкций против России. Которые с трудом в декабре 2015-го были продлены еще на полгода и имеют реальные шансы ослабнуть уже к лету 2016-го. Все страны ЕС, они не приходят, что они очень втрачают санкции экономично. А им так же нужно общаться с урядом со своими выборцами и объяснивать, почему это их производители, их фермеры, которые там всегда торговали с Россией сырами или еще чем-то, чем ясом, почему это они должны втрачать свои евро через войну, где-то далекие, независимые им Украины. А совсем недавно комиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан открыто заявил. Есть минские договоренности и все должны выполнять их. Двери всегда открыты. Мы не выступаем за какие-либо виды санкций. Санкции бьют по людям, по россиянам, украинцам, а также по людям в Евросоюзе. В наших интересах снять санкции, но только если есть прогресс, если все партнеры выполняют минские договоренности. От окончательного поражения в информационной битве вокруг Минских соглашений Украину пока еще удерживает позиция англосаксов. В Великобритании и США, которые опустили в ход личный компромат против президента Путина. Он мировой лидер, обвиняемый в одобрении убийства на улицах Лондона. Главным ударом по имиджу российского президента стал судебный процесс в Лондоне по делу об убийстве экс-сотрудников ФСБ Александра Литвиненко. Серьезно волнует факт вероятного участия российского государства в убийстве Литвиненко. Путина на этом суде открыто называют возможным заказчиком преступления. Параллельно телекомпания BBC презентует миру фильм о тайных богатствах Путина. Следующим ударом по путинской России, очевидно, станет отчет следственной комиссии по сбитому на Донбассе Боингу. И очевидно, что все эти действия – звенья большой геополитической игры. Информационная часть которой направлена на Европу, где Путина уже давно хотели бы понять и простить. Это не означает, что нужно складывать руки и прекратить. А вот дипломатическая направлена на Кремль, с которым Западный мир ведет постоянные переговоры, пытаясь умерить его агрессию. Первое – расширять круг переговорщиков, вводить переговоры Соединенные Штаты Америки в Великобританию. Не зря же встречаются в Калининграде помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и помощник президента России Владислав Сурков. Один из негласных кураторов войны в Украине. Состоялись довольно обстоятельные, конструктивные и полезные консультации. Это был своего рода мозговой штурм по поиску компромиссов для реализации Минских соглашений. И, возможно, главный пункт этих тайных переговоров совсем не Украина, а Сирия, где правительственные войска пророссийского осада отбивают у проамериканских повстанцев город за городом. Для администрации президента Обамы и его демократической партии в преддверии выборов президента США важно остановить эту куда более кровопролитную войну, в которую втянулись Штаты. Для этого конфликт на Донбассе должен быть заморожен, а еще лучше – вообще исчезнуть. Москва хочет окончательно закрепить свое влияние на Донбассе. Именно с этой задачей в трехсторонней контактной группе в Минске появился экс-председатель Госдумы Российской Федерации Борис Грызлов. Голосование по Конституции Украины должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в статье 1 и 10 закона об особом статусе для придания особому статусу постоянной основы по формуле Штанмайера. Скажете, такие требования для Украины неприемлемы? Значит, Москва будет настаивать на отмене санкций из-за невыполнения Украины Минского протокола. Санкции – это главный козырь Украины, который не дает России продвигаться дальше, вглубь нашей территории. Санкции и низкие цены на нефть убивают Россию быстрее и эффективнее, чем наша армия. Но санкции могут и отменить, если Украина не выполнит условия Минских соглашений по внесению изменений в Конституцию. Между тем, все знают, что Минские соглашения никто соблюдать и не собирался, потому что у каждого подписанта были свои цели. Украина хотела остановить российское вторжение, на что согласилась фактически на условиях Кремля. Россия же видела в Минске инструмент для возможного снятия санкций на фоне свертывания активной фазы войны на Донбассе. Вопрос Крыма, по мнению Кремля, должен сойти с международной повестки дня. Но я думаю, что одна из умов будет не вербализована, но реальна, что все стороны забывают про Крем на какой-то момент, не вспоминают и не сделают ничего, потому что для условной реинтеграции или повернения Крыма. Подписывая наспех Минский протокол, Украина не задумывалась о том, что она единственная официальная сторона конфликта, которую обязат выполнять все подписанное. Но очень уж хотелось кому-то выполнить обещание «Мир любой ценой». Так и получилось. За мир мы заплатим очень высокую цену, вплоть до развала страны. Сегодня Россия получает в свои руки сильный козырь. Невыполнение Украины-Минских соглашений может привести к ослаблению санкций против России и дальнейшим переговорам по их отмене. При этом выполнение Минских договоренностей все равно оставит Украину в капкане, потому что даже выполнив все договоренности, мы не сможем восстановить свой суверенитет на Донбассе и получить контроль над границей. Контроля не будет. Это сразу стало зрозумяло. Даже если там будет украинский право, люди в зеленых кашкетах. Не будет контроля. Заподняв следующим. Если Украина все выполняет, предоставляя особый статус Донбассу, начинает его финансирование, легализирует главарей республики в украинском политикуме, дает им возможность формировать свои правоохранительные органы, объявляет амнистию, то Донбасс становится якобы украинским. А значит контроль над границей между Украиной и Россией будет у донбасских правоохранителей, то есть у России. В любом случае это будут люди, на которые Киев, ну, великого вплива Киев в смысле, вот, как центр политической элиты, вплива особенного не мать. Кроме того, не стоит забывать, что население Донбасса относится к Украине враждебно и будет относиться так и далее. Я все вытерпела. И ни в какую Украину я бы не пойду. Не поеду никогда в жизни. Спасибо большое. Как же можно называть это возвращением Донбасса в Украину? Никак. А вот Россия, становясь таким образом миротворцем, добьется как минимум ослабления, если не снятие международных санкций, даже не возвращая Крым. Тобто, есть формальный привод говорить, что минские угоды выполнены. Это подтверждается всеми участниками процесса, включно там и формальным, и информальным, включно с Вашингтоном, Берлином и ОБСЕ. И она может ставить вопрос о возникновении санкций, або, принаймо, о скасывании частиц из них, наибольший болезненный для российской экономики. Но украинские политики, к сожалению, не готовы об этом капкане в открытую говорить своему народу. Это проблема нашего государства, да, у нас все замалчивается, а потом общество ставится перед фактом. Пока официальный Киев с помощью средств массовой информации пытается доказать, что это Россия виновна в срыве минских переговоров, на Украину продолжают давить все международные партнеры, настаивая на изменении Конституции и предоставлению Донбассу особого статуса. Как говорят в шахматах, цейтнот. Чтобы затянуть время, Киев начинает разыгрывать новую партию. На Печерских холмах придумали, как не принимать поправки в Конституцию, чтобы тем самым оттянуть капитуляцию перед Россией. Сегодня на предыдущий день вопрос о децентрализации власти и вопрос особого статуса Донбасса не стоит делать. Не стоит. Почему так произошло и какое развитие событий? Ну, я думаю, что здесь есть определенная такая технология манипуляции. Вы знаете о том, что было подание в Конституционный суд. Вы знаете о том, что эти изменения должны были вноситься именно в этой сессии, а эта сессия оканчивается в начале февраля. Накануне второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию группа из 51 депутата обратилась в Конституционный суд с просьбой растолковать, как же им поступить. Должны ли они принять изменения в Конституцию на первой же сессии Нового года или могут немного подождать? Из-за ограничений во времени относительно выполнения необходимых процедур для окончательного принятия законопроекта номер 22.17А может возникнуть ситуация, когда этот законопроект может быть не рассмотрен в течение третьей сессии. Означает ли это непосредственно следующую по номеру сессию или имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады? Впрочем, обращение явно имеет тактическую цель. Администрация президента таким образом пытается выиграть время не для того, чтобы торпедировать изменения в Конституцию, а для того, чтобы собрать 300 голосов, необходимые для внесения изменений в основной закон. Ситуация настолько накалена, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк 24 января в присутствии президента предлагает идею проведения референдума, чтобы украинцы сами решили, надо ли менять Конституцию и давать Донбассу статус автономии. Никто, кроме народа Украины, не имеет права визначать, каким будет основной закон. Якобы пока не будет референдума, Народный фронт не даст голосов за изменения Конституции. Об этом в блоге написал министр внутренних дел Арсений Аваков. Впрочем, может оказаться, что это такой публичный способ ведения переговоров с администрацией президента, где голоса за изменения Конституции меняются на сохранение управленческой команды премьера. Ведь в Минских соглашениях ни слова, а референдум. Тривальный час. Коалиция не вызначается с низкой министров, как на звольнение, так и на призначение. В итоге Украина, как всегда, воюет на два фронта, один из которых внешний, а второй внутренний. Заложниками же в этой войне, как всегда, выступают украинцы. Президенты парламента могут разграничить свои полномочия. Сколько же еще Украина продержится в состоянии войны, а Россия под санкциями? Российский, русский человек, воспитанный в традициях самодержавия, православия, патриархальности, он воспитан таким образом, что чем больше трудностей, тем больше он сплачивается вокруг деспотии. И готов терпеть эти лишения еще дальше. Чего же на самом деле хочет народ Украины? И готовы ли прощать боевиков те, кто потерял родных и близких на этой войне? Мы не победили в этой войне. Мы по-другому бы с ними разговаривали, если бы мы победили в войне. Поскольку мы не победили в войне, они, по большому счету, не нуждаются в нашей прощении. Где грань компромисса? Кого можно казнить, а кого помиловать? И что должна сделать Украина с Донбассом? Дать автономию или отделить, как раковую опухоль? И почему власть, призывавшая патриота выйти на защиту территориальной целостности страны, сегодня разменивает жизни погибших на свои политические амбиции? Во имя чего это все было? Так ему надо было подписать тогда весной 2014 года. Не надо было убивать несколько десятков тысяч людей. Не надо было вот этих сирот, вдов. Вы, наверное, об этом не задумывались. Но в Минском раскладе финансирование фактически пророссийского Донбасса ложится на плечи обнищавшего украинского народа. Мы получаем территорию, которую Россия уже не финансирует, а мы должны ее финансировать. И, учитывая масштабы украинской коррупции, политики сейчас решают, кто же будет пилить деньги на восстановление Донбасса. Будут уделяться певни бюджетные гроши, которые с высоким ступенем мгновенности будут раскрадаться по части в Киеве, по части там. То есть, отбудоваться особо ничего не будет. По подсчетам Всемирного банка, ООН и представителей Евросоюза на восстановление мятежного региона потребуется как минимум полтора миллиарда долларов. В украинских коррупционных реалиях эту цифру можно смело умножать на три. А затем поделить между всеми причастными к благому делу восстановления региона. Люди відчут, что их вели в ОМАН. Да и донбасские узаконенные князьки себя не будут обделять. Ведь финансирование со стороны России уменьшится, а значит им придется искать новые источники доходов из украинского бюджета. Все же заявления о воровстве и коррупции будут парировать тем, что деньги украла хунта. Пускай заявляет Порошенко, что ему приснилось или не приснилось. А на фоне того, что местное население относится к Киеву враждебно, эти заявления точно лягут на благодатную почву. По факту же Донбасс как стоял, так и будет стоять в развалинах. Но для народа мы же будем платить за лояльность сепаратистов киевской власти из своего кармана. В этом и есть разница в восприятии Минских соглашений между политиками и простыми людьми. Для политиков Минские соглашения – это проблема с точки зрения принятия во власть бывших сепаратистов и необходимости делиться с ними деньгами. Для народа проблема в том, что нужно будет принять и простить тех, кто еще вчера убивал и издевался над нашими солдатами. Семьи погибших всегда будут считать предателями тех политиков, которые сначала отправили мужчин на войну, а потом променяли память о погибших на свои политические игры и заработки. В ситуации воина, который вернулся инвалидом, если его ребенок или кто-то спросит, во имя чего это все было. Поголовная амнистия боевиков – именно этот вопрос может в любой момент расколоть украинское общество. Это четко видно из бесед с семьями погибших героев Украины. Если будет глобальное амнистия со всех сторон, и мы забываем этот конфликт, вы готовы бы пойти на этот шаг и принять такую амнистию? Честно говоря, не удаю. Как-то будет тоже несправедливо. Российская оккупация Донбасса для многих началась с захвата Славянска и жесточайшего убийства депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Его имя стало символом сопротивления на Донбассе. Он отдал жизнь за украинский флаг в самом начале русской весны. Тело депутата, похищенного после митинга возле Горсовета, нашли изувеченным за 80 километров от Горловки, на берегу реки Северский Донецк. Вместе с Еленой Рыбак мы идем по аллее Героя в Небесной Сотне в Киеве. Вот моя дыра вы. За два года переселенческой жизни она проживала в трех разных квартирах, поменяла две работы, переводила дочь из школы в школу. У нас что, есть программа для переселенцев? У нас что, есть какие-то четкие положения, что государство дает то-то, то-то, взамен то-то. Боже, мы можем взять какие-то, ну, переселенцы, какие-то обязательства, да? Мы же не защищены. Тут люди, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И потому ей еще сложнее осознавать, что за два года войны, нищеты и безработицы, многие жители оккупированных городов так и не признали свои ошибки и не осознали своей вины. Я уже немножечко смотрю реально на все вещи, поэтому я чутко понимаю, что ни за месяц, ни за год мы не восстановим там украинское законодательство. Елена вспоминает, в прошлом году в годовщину смерти Владимира Рыбака кто-то закинул в их горловский дом букет цветов. Когда была годовщина, именно годовщина, когда мы с тобой были на открытии мемориальной доски в Славянске, тогда, помнишь, мой отец позвонил и сказал, Лена, что кто-то забросил цветы во двор. Человек даже не занес. Он забросил и убежал, потому что, ну, боялся. Если коренной житель Донбасса Владимир Рыбак погиб за украинский флаг, то уроженец Винницы Константин Могилко сумел отвезти 20-тонный горящий самолет от жилых кварталов Славянска и Красного Лимана. Ценой собственной жизни Железный Костя, как называли его сослуживцы, спас сотни мирных жителей так называемого ДНР. Если коренной житель Донбасса Владимир Рыбак погиб за украинский флаг, то уроженец Винницы Константин Могилко сумел отвезти 20-тонный горящий самолет от жилых кварталов Славянска и Красного Лимана. Ценой собственной жизни Железный Костя, как называли его сослуживцы, спас сотни мирных жителей. Так называемого ДНР. Это последние минуты на борту Ан-30Б. Самолет украинских ВВС, который вел аэросъемку над Славянском, сбили террористы. Молниеносное падение. Не шанса выжить. Летчик Константин Могилко приказывает команде покинуть горящий самолет. Приготовлено к покинанию. А сам уводит огромную пылающую машину за пределы жилых кварталов. Нет! Нет! Нет, подтверждаю! Пошел! Пошел гореть, сварюка! Пошел гореть! Туда ему и дорога! Боевики ликуют. Эти радостные возгласы до сих пор звучат в голове жены героя Украины Константина Могилко. На украинской земле, украинский город, летит украинский самолет, которым управляет украинский летчик. Его сбивает, он в этот момент живьем горит в самолете, пытается увезти этот самолет, чтобы он не упал на головы вот этих жителей, которые ликуют. А они кричат «Ура!» Мы сидим с Виталиной в квартире, где уже полтора года не слышно доброго и заботливого голоса ее мужа, отца двоих детей. За это время она не единожды пересматривала видео с горящим самолетом и раз за разом задавала одни и те же вопросы. Каждый раз, когда я смотрю это видео, наверное, уже миллион раз, у меня только один вопрос. Почему ты, Костик, не прыгнул? Почему этот самолет не упал на их головы? Потому как они это заслуживают. Простите. Жестокие слова. Но кто в силах упрекнуть мать двоих осиротевших детей? Это у нас Арсюша тоже уже летает. Я уверена, что Костик жив. Ну, пока в это верю только я и мои дети. После трагедии на ее руке появился стремящийся ввысь самолет. Он никогда не рухнет на землю. Я точно знаю, Костик скоро вернется. И дети мои его ждут. После случившегося про особый статус Донбасса и привилегиях для людей, записавшихся в ополченцы и радующихся сбитому самолету, Виталина теперь и слышать не хочет. Она категорично в своих оценках. Для меня это просто плевок на могилы всех тех, кто погиб за вот эти полтора года. Во имя чего это все было? Если подпишут этот закон, то есть так ему надо было подписать тогда весной 14-го года. Не надо было убивать несколько десятков тысяч людей. Не надо было вот этих сирот, вдов. По ее мнению, боевики и их сообщники среди мирного населения не заслуживают никакой амнистии. Даже взамен на прекращение войны. Кто-то цинично вот так прикинул, надо убить тысяч, десять, двадцать. Чтобы под конец сказали, ну сколько же можно этих гробов и этих сирот. Давайте будем договариваться. Это страшно, цинично. Но вместе с этим я остаюсь на позиции, что этого делать нельзя. Это поражение. В случае предоставления особых привилегий вчерашним бандитам, украинская власть рискует разворошить былые раны в тысячах украинских семей, чьи отцы, мужья, сыновья отдали свои жизни в войне с российскими оккупантами. Есть большая количество людей, которые потеряли родных там. Есть большая количество людей, которые считали, что это украинская земля, и они имеют право так думать. И они не могут понять, ради чего войнула большая количество людей, в том числе и они, ради чего гинули их родные и близкие, ради того, чтобы те люди, которые войнули против них, которых мы вчера называли сепаратистами и террористами, будут амнистовывать, и они залишатся там, залишат всю территорию под своим контролем. Но как бы нам этого не хотелось, амнистии все же не избежать. Без амнистии, без решения вопроса амнистии, невозможно начало даже реинтеграции региона. Потому что, когда мы говорим о амнистии, надо помнить, что мы говорим о амнистии не только сепаратистов. Мы говорим также о возможности тех граждан, которые выехали из региона в Украину, вернуться обратно в политические процессы. Мы говорим о определенных гарантиях безопасности для них, для украинских граждан Донбасса. В разных странах, где были войны, разный опыт примирения, как и разная реакция общества. В той же Северной Ирландии, Воснии, Герцоговине, Южном Тироле, многих других мировых регионов, одним из первых путей реинтеграции этого региона всегда был вопрос амнистии. Причем во многих регионах амнистировали даже людей, которых были руки по локоть в крови, людей, которые террористические акты проводили, гражданских элит взрывали. В Украине вряд ли готовы к написанному в Кремле плану амнистии. Но своего, украинского сценария прощения тоже пока так и не придумали. А сказать людям открыто в глаза о необходимости компромиссов украинские политики, как обычно, не хотят или боятся. И ведут двойную игру не только с Западом, но и с собственным народом. Вопрос общей амнистии, он, мне кажется, один из самых сложных. И этот вопрос может выноситься даже на всеукраинский референдум. Спасибо большое. Низкий поклон вам, люди наши, дети наши. Вам, вы знаете, что мы тут, а все будет хорошо. А вы там спокойно спите, и хорошо будет. Антонина Моисеевна – мама Владимира Титарчука, танкиста-киборга, одного из первых погибших возле Донецкого аэропорта после подписания Минского мира. Мы были с ним в последние дни его жизни перед гибелью в октябре 2014 года. Сегодня мы приехали домой к его семье, в Чернигов. Готовы ли они, в отличие от воинствующих политиков, пойти на компромиссы с совестью ради того, чтобы в Украине наступил мир? Не знаю, что происходит. Знаю только то, что есть инициатива премьер-министра в отношении референдума. Мнение людей абсолютно понятно. Можно взять социологию, убедиться в этом мнении людей. На референдуме они не поддержат инициативу в отношении особого статуса предоставления Донбасса. Сынишка Ивановича пересматриваем сюжет об отце. Это его любимый фильм. Эдик показывает фотографии папы, демонстрирует его ордена и признается, что в войнушке во дворе больше не играет. Мать как никто прочувствовала войну вместе с сыном. Не было ни дня, чтобы ей не звонили и не рассказывали о фронтовых буднях. Мама, танк подбили, мама, танк горит. Хлопцы говорят, что я родителям скажу, мама. Ой, что сказать, я говорю, сынок, я же не знаю, что ты скажешь, мама, и мы подойти туда не можем. Я не могу. Где мои хлопцы, как с ними, что я не могу даже туда подобраться. В ходе беседы признается, ее материнское сердце сегодня готово прощать ради сохранения жизни других сыновей Украины. Я не политик, я не знаю, но понимаете как. Я думаю, что все-таки надо как-то найти какой-то компромисс, чтобы те люди, которые там живут, чтобы они потянулись к нам. Я бы хотела так, чтобы никто не погибал, чтобы дети с Иритой не оставались, чтобы мамы меньше плакали. И вдова Иваныча, воспитывая сама их сына, мечтающего стать офицером, не считает компромисс в вопросе Донбасса предательством памяти ее мужа-героя. Мне даже он приснился недавно, говорит, ну что вы тут, говорю, да ничего, нормально. А ты, говорю, что вы, что вы, мы теперь без тебя. А он мне отвечает, если бы я знал, что будет твориться, ну, как сейчас, я бы туда, наверное, не пошел. Принимая мир на любых условиях, вы в душе не будете себя корить за то, что вы его предали? Или он бы понял вас? Думаю, что нет, он бы понял, потому что так как столько уже погибло, так как детей сколько без отцов осталось, я думаю, только ради Вейтого. Мы заехали на кладбище к Иванычу, положили цветы на его могилу и почтили память всех погибших украинских героев. Побывали и в семье еще одного киборга, Игоря Барновицкого. В доме покойного героя нас встретила поразительно сильная женщина, его мама, Нина Константиновна. Она тоже не считает всех жителей Донбасса сепаратистами и преступниками и допускает амнистию для тех, кто не запятнан в чужой крови. Но к убийцам не должно быть пощады. Это последние часы жизни защитника Донецкого аэропорта. Эта женщина воспитала настоящего героя Украины. После боев в Донецком аэропорту Игорь вывел солдат из терминала на взлетку и мог спастись сам. Но он вернулся назад, доставать раненых из-под завалов. Барновицкий менял повязки, накладывал жгуты, поил изувеченных. Мы всегда здесь ставим водичку, потому что ребята рассказывали, что вода замерзла, очень хотелось пить. Был дождь, туман оседал на этих стенах горелых, они собирали эту воду и пили. Кололи лед и пили. Без ног или без рук, истекая кровью, солдаты ждали помощи. Но наутро явились боевики. У вас плен взяло, вы знаете, да? Подразделение «Моторолли», батальон «Моторолли». Бойцов избили и повезли к так называемому подполковнику армии ДНР Гиви. А ты откуда? Молжеливый. Ты какой? Борзый. Оттуда на допрос к «Моторолле» и Захарченко. Сепаратисты избивали бойцов, намереваясь выявить среди них пулеметчика. Кто пулеметчик? У нас пулемет был сотый. В итоге пригрозили расстрелять всех. Грюжа избитый вышел и сказал, что я пулеметчик. Ребята говорят, мы стреляли все из пулемета, потому что надо было отстреливаться. На Броновицкого набросили с толпой. По 5-6 человек его бил, избивали с ног. Заставляли вставать на колени, он не хотел. Священник был, тот крестом бил. Ребята говорят, священник, ряса, берцы, броник. Уже изувеченному телу подпустили врача. Вскоре явился сам Моторола. Он посмотрел на него, говорит, я сейчас ему помогу. И выстрелил в голову два раза. Виновным в гибели сына мать желает той же участи. Я хочу, чтобы его убили, если честно. Чтобы эта скотина мучилась перед смертью, так как мучился мой сын, если не больше. Но готова простить тех, кто не запятнан в чужой крови. Тот, кто убивал, тот должен понести наказание. Амнистию за этот самый, за размахивание этой тряпкой. И в ее словах скрыты возможности для компромисса с мятежным Донбассом. При условии, что Россия отдаст под суд самых жестоких донбасских убийц. Но Россия же хочет свою донбасскую пехоту узаконить. Дать им должности прокуроров, судей и пограничников. Помните, контроль над границей. Войны не будет. Это плюс. Реально плюс. Но тот вариант, за который мы сейчас плетемося, который нам навязывают, он не связывает вопрос о реинтеграции. Тем более, реинтеграция швидко. Люстрация судей режима Януковича. Чи знают у Министерства охороны здоровья, что финансируют терроризм? Друзья, нам вся ситуация известна. Как смусить министра працювати? В целом, официально видно для торьяна. Про Квиташвили та его команду. Налоги платим в Украину. Финансовые махинации. Букероборонпроми. Кто отмывает деньги в оборонном секторе? Люстратор 7-62 на 2 плюс 2. Представитель России в контактной минской группе Борис Грызлов на днях озвучил еще одно требование Москвы. Киев должен закрепить не временный, а постоянный характер особого статуса Донбасса в одной из статей Конституции Украины. В этом раскладе мы играем роль некого мальчика для битья, за которого все решают. Это унизительно для Украины, это унизительно и для президента, и для парламента. И это не соответствует нашим национальным интересам, потому что Россия на этом не остановится. И одной из первых декораций мирного процесса хотят сделать выборы на этих территориях. Чтобы створить в очах население контрольных территорий, население неконтрольных территорий, западу, иллюзию того, что там отбывается мирный процесс. Инструментами для установления этого мирного процесса будут выборы. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать результаты выборов, которые пройдут под российскими штыками. Будут выбраны люди, которые там на сегодня существуют, которые физически там присутствуют, которые вмонтированы власти. Нынешним мэром-самозванцем, утвержденным в Москве, нарисуют 80, да и 90% народной поддержки. Технология фальсификации доведена до совершенства. Все будет как в Крыму, где якобы 93% жителей согласились жить без света и высказались против поставок электроэнергии на условиях Украины. Так и на Донбассе планируют по украинскому законодательству избрать тех, на кого укажут пальцем в Кремле. Особо рьяных боевиков, запятнавших свое имя кровавыми убийствами, уберут из поля зрения. Как вариант, отправят на другую священную войну – в Сирию. Будут говорить, что экстремисты пришли, пришли больше равноваженными люди, которые, значит, репрезентуют, справа, мясовое население, которые схильные до споиснования с Киевом, которые против войны. То есть будут какие-то люди, которые сегодня есть. К избирательному процессу могут допустить украинские политические партии. И не только близкий русскому духу оппозиционный блок. Соглашаясь на иллюзию мира на условиях России, Украина согласится и на кремльевские условия в политике. Я не выключаю, что, возможно, какая-то количество людей зайдет туда от блока Петра Порошенко. Я даже этого не выключаю. Потому что это нужно будет для картинки, это всем выгодно. Но это будут люди, достаточно слухняные. Больше того, я думаю, это будут люди, так называемые, с переликой колишни. Это можно достаточно легко передбачивать. Есть перспективы на Донбассе и у коммунистов, которые в последнее время активизировались в столице. Россия знает, как работает схема особого статуса, поскольку сама попадала в эту западню. Это кадры первой чеченской, да более напоминающие современный Донбасс. Тогда кровопролитию удалось остановить иллюзии мира, в которую на время поверили как чеченские сепаратисты, так и россияне. Если вы вспоминаете историю противостояния чеченских сепаратистов в России, то с начала была первая война, кривая, непопулярная, жахливая, нездарная, как на самом деле произошла наша война на начале в Донбассе. И после этого главный доминующий настрой в общество был остановить войну любой ценой. Россия обязалась вывезти из Чечни федеральные войска, прекратить боевые действия и направить средства на восстановление разрушенной республики. И туди выделялись малые бюджетные деньги, приблизительно за такой схемой, за которую пропонуются делать нам сейчас. И эти гроши в Москве, в Чечне, в Чечне, и отбудование в Чечне не происходило. И население, которое не было работы, которое не было перспективы, которое не было денег, а час попадет, куда не было ежи. За этого так называемого мирного плана будет схожая история, на самом деле. Воно занималося тем, чем zwyкло заниматься во время войны. То есть разбой, рэкетом, выкраданием людей. Сейчас, по аналогичному сценарию, Россия предлагает Украине забрать назад мятежный Донбасс. Российский журналист Павел Коныгин ездил в так называемое ДНР, до тех пор, пока его не задержали и не избили. Он утверждает, что Москва зачистила всех слишком самостоятельных боевых командиров. Остались в живых самые послушные. Сейчас поле ЛНР и ДНР практически зачищено. В том плане, что там нету каких-то нелояльных элементов, нету тех, кто каким-то образом будет противиться политике, единой политике, московских кураторов. Сейчас все берут под козырек и исполняют. Вот таких исполнительных Москва и хочет внедрить, по сути, в органы украинской власти. Но называть украинской такую власть мы можем только условно. Знаешь, обувь есть такой вариант. Повесить, умовно говоря, флаг ДНР и повесить синий-жевый брак. Вопрос не имеет. То есть это будет, так сказать, знака дотичности до Украины, до украинской территории. Но украинская власть в кого-то там не будет. При этом финансирование этих территорий ложится на плечи Украины. Как этот алгоритм выписан вторыми митскими соглашениями, он выписан в значительной мере ущерб. Он выписан не в интересах Украины. 90% обязательств митскими соглашениями – это обязательства Украины. А Путин и его дворовые псы продолжают в глаза говорить одно, а за глаза делать совсем другое. Мы все равно бы победили. На публике, заявляя о содействии в полноценном возврате ДНР и ЛНР в Украину на деле, Путин продолжает вооружать и укомплектовывать два армейских корпуса, созданные на оккупированных территориях. Там залишатся эти так называемые армейские корпусы, сформованные за российским принципом. Формализованы, озброены, больше-менее вышколены, достаточно уже дисциплинованы, потому что там отбывалась децентрализация, зачистка, чтобы сделать с этой Махновщины что-то похожее на регулярное войско. Вооружение, снабжение, топливо, оплата контрактов – все это обеспечивает Министерство обороны, Генштаб Российской Федерации. В начале русской весны основной упор тут делался на грушников, ФСБшников и ветеранов спецназа, находящихся в эйфории после бескровного захвата Крыма. В самые горячие дни в Иловайске и Дебальцево использовали российских солдат, особо не скрываясь. Шестая отдельная танковая галка. За время перемирия на Донбассе уже сформировалась настоящая армия ДНР и ЛНР, подготовленная российскими генералами. Там находятся десятки тысяч вооруженных солдат и Российской Федерации, и сколоченные подразделения из местных бандитов-коллаборационистов, которые, безусловно, никогда не разоружатся, не уйдут оттуда. Это не входит в планы Кремля, но не для этого Кремль присылает на нашу землю десятки, сотни танков до сих пор отправляют тысячи тонн снарядов, вооружают и подготавливают подразделения. Загоняя вопрос мира в тупик, и российская, и украинская власть уверены, что найдут инструменты, чтобы обвинить в срыве Минска оппонентов и оставить свой народ в дураках, но чужими руками. В случае, если Путин отдаст Донбасс в объятия Украины на условиях Киева, его не поймут в России. В случае же обмена Украины на Сирию в переговорах между штатами и РФ, западные партнеры могут просто силой навязать Киеву, Донбасс на любых условиях. Похоже, и в Москве, и в Киеве, и на Западе решили гибридную войну закончить гибридным миром, в котором на бумаге будет подписана мировая, а по факту продолжится мирная война. Это будет очень декоративная история, наверное. Ради ослабления санкций летом 2016 года Кремль даже может подыграть Киеву и обеспечить визит украинского президента в Донецк или Луганск, чтобы те, кто не верил в Минские соглашения, поверили в их действительность. Россия же после отмены санкций снова может подниматься с колен, а украинский президент сдержит свое обещание, данное на первой пресс-конференции в 2016 году. Все останутся при своих, кроме людей, потерявших на этой войне, сыновей, отцов и мужей. Вот они будут считать себя преданными. Как преданными будут себя считать более миллиона жителей Донецкой и Луганской областей, поверивших в Украину и выехавших из оккупированных городов. И это не только иллюзия мира, но и путь к развалу страны. Даже выполнив все условия России и боевиков, Украине в любой момент грозит новый конфликт. Ведь особый статус получит лишь отдельный район Донецкой и Луганской области, а не область целиком. Как этого по-прежнему требуют Плотницкие и Захарченки. Да, не вся территория ДНР находится под нашим контролем. Да, есть еще города, села нашей земли, которые под пятой оккупанта. Но наша задача, опять же, всеми доступными нам силами и средствами освободить всю нашу территорию и гарантированно ее защищать. Поэтому в любой момент они могут броситься спасать своих соотечественников из ЛДНР на оккупированных хунтой территориях. У нас будет сегодня выборы, беженцы, Сирия и другие, борьба с терроризмом.